Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня по забросу. Штребух! Так, ну и где тут мои подписчики? О, так вот вы здесь. Всем привет, ребят! С вами Штребух, расхититель помоек. Это мой обзор находочек из помойки. Всё, что вы увидите в данном обзоре, я насобирал в помойках. Меня помоечка офигенно порадовала, а я решил порадовать кого-то из вас. Я решил разыграть вот эти наушники среди моих подписчиков. Это наушники от бренда Хуйден Айдыш, они беспроводные. Звук офигенный, наушники в идеальном состоянии, можно сказать, что новые. Они из помоечки, балдежные, показывал их в предыдущем обзоре находок. Можно их заряжать с помощью беспроводной зарядки. Ну а чтобы их заполучить, нужно всего лишь поставить лайк этому видосу, написать комментарий от пяти слов, обязательно прикрепить ID своего ВКонтакте, ну или название своего Инстаграма для связи. Победителя определим через 10 дней в прямом эфире на моем канале. Ну и всем приятного просмотра, давайте же осмотрим, чем же меня помоечка порадовала в этот раз. И ловите сразу спойлер, находки были просто офигенные. Досмотрите это видео до конца, ведь самые интересные находки я оставил напоследок. Была найдена офигенная детская коляска от бренда Nitro. Коляска полностью целая, здесь даже есть педальный тормоз, который кстати работает. Колеса в коляске накачиваются, и здесь даже стоят покрышки, прям как в велосипеде. Фирма коляски на экране, модель Adamex. Едет коляска, ребят, прям отлично. Новая подобная коляска стоит в районе 15 тысяч рублей. Из косяков данной коляски есть только то, что вот здесь пробито колесо, но это все не критично. Внутри коляски есть карманы для хранения различного барахла, также снизу коляски есть багажник. Состояние коляски в принципе хорошее, единственное, что нужно постирать чехлы. А в комплекте с коляской даже были два чехла. Первый это видимо для утепления ребенка, а второй для того, чтобы на него дождь не капал. Не разбираюсь, ребят, в детских колясках абсолютно. Данную коляску я оставлю себе, потому что в скором будущем мне эта коляска очень сильно пригодится. Ну а так я бы мог ее продать тысяч за пять спокойно на Авито. Был найден вот такой неплохой пылесос, который полностью рабочий. Из косяков в комплекте была насадка для пылесоса, которую я куда-то потерял. Но она где-то в этих завалах, нужно будет это все отыскать, потому что, ну, как видите, ребят, тут, блин, искать эту насадку, как иголку в стоге сена. У меня все очень жестко завалено находками из помойки. Ну а пылесос полностью рабочий. Сосет нормально. Я думаю, его кто-то купит по-любому рублей за пятьсот. Но вот из косяков, вот здесь погнулся пластик. Я не знаю, каким образом, но если вот эту часть разогреть, его можно будет обратно вставить в этот паз. И все будет заебумба. Поэтому данный пылик я продам рублей за пятьсот, может даже за восемьсот на Авито. Помоечка меня в очередной раз порадовала пустыми коробками от айфонов. Вот это, конечно же, самое ценное. Положу их в свою коллекцию. А еще меня помойка порадовала айфоном, но он, к сожалению, разбит. Крышка задняя разбита в дребезги. Также разбит экран. И нет даже кнопки Home. Очень долго пытался его зарядить, но телефон полностью мертвый. Я не знаю, что с ним случилось. Возможно, он где-то в воде поплавал. Без понятия. Задняя крышка откидывается. Внутри стоит оригинальная батарея. Ну и видно по материнской плате, что это оригинальный айфон. Но, к сожалению, он мертвый. Поэтому данный айфон придется продать на запчасти рублей за четыреста. Был найден в своей коробочке Samsung Galaxy A5. Телефон со сканером отпечатка пальца, с поддержкой быстрой зарядки, камера на 13 мегапикселей, а встроенной памяти 16 гигабайт. Процессор, кстати, восьмиядерный. Я был очень удивлен, когда нашел этот телефон. Потому что очень редко мне приходится находить телефоны в коробках. Ну а когда открыл ее, просто обалдел. И, кстати, не первый раз мне попадаются подобные модели. Посмотрите вот этот обзор находок, если его не видели. Я там два подобных телефона нашел, абсолютно одинаковых. Вот эти телефоны, так что у меня теперь три одинаковых абсолютно телефона. И у этого телефона состояние получше. Как минимум, потому что задняя крышка у него не разбита. А у этих задние крышки битые. Телефон, к сожалению, разбитый. Из-за этого не включается. Нужно просто поменять экран, и телефон заработает. Хочу этот телефон восстановить и продать на Авито. Каждый по 5000 рублей. Но в таком состоянии телефон можно будет продать только лишь на запчасти. Поэтому его нужно восстанавливать. Как только я их восстановлю, обязательно покажу в новых обзорах находок. Я, кстати, эту коробку еще не открывал. Здесь я вижу какие-то чеки, бумажки, видимо гарантия. Ух ты! Чек о покупке этого телефона. Его когда-то покупали за 27 тысяч. Охренеть! Да, вот смартфон Galaxy A5 2016 года. Золотой. Этот чек именно от этого телефона. Офигеть! Тут даже есть парочка сим-карт. Люди вообще гонят. Зачем их выкидывать сим-карты? На них же могут быть номера телефонов. Сим-карты я выкину, ну а телефон обязательно восстановлю. Потому что он классный. И достался мне абсолютно на халяву. Блин, помоечка очень радует. На помойку выкинули вот такого офигенного медведя. Состояние у него просто идеальное. Можно сказать, что этот мишка новый. У меня уже нашелся покупатель, который купит этого медведя рублей за 800. Мишка просто балдежный. Из магазина Small Toys. Но почему его выкинули я вообще без понятия. Но радует то, что помойка дарит в очередной раз плюшевых медведей. Нашел микроволновку от бренда Samsung. И она полностью рабочая. Ее особенность это то, что в микроволновке есть гриль. Видите, сверху есть тен. Внутри ее, конечно же, нужно отмыть. Также сверху она немного грязная. Но это совершенно не проблема. Самое крутое, что я ее нашел чисто случайно, когда выходил из дома выносить мусор. И она стояла возле моей помойки. Такая микроволновка на Авито будет стоить тысячи три. Здесь есть очень удобный джосик для управления микроволновкой. В общем, мне эта микроволновка очень нравится. Также здесь есть множество режимов. Можно приготовить рыбку, курочку, мясо, разморозка. Все здесь присутствует. Греет она восхитительно. В ней нет вообще никаких косяков. Эту микроволновку я решил не продавать, а оставить ее себе в гараж. Вместо вот этой от бренда Supra. Вот эту микроволновку я тоже находил в помойках. И она такая себе. Плохо греет. Поэтому вот эту я продам рублей за 800 микроволновку на Авито. Вот эту, конечно, мог бы и продать тысячи за две с половиной. Но лучше оставлю себе. Себе нужно оставлять из помоек все самое лучшее. Нашел офигенное и очень удобное компьютерное кресло. Оно очень мягкое. На нем сидишь и такое ощущение, как будто на диване. Я думаю, подобное кресло стоит примерно тысяч восемь, если не больше. Подставка для кресла в хорошем состоянии. Все механизмы работают. Нигде ничего не порвано. Кресло особо не зарыганное. Оно, конечно, грязноватое. Но его нужно просто сдать в химчистку и все. Кресло от бренда Defo. Написано офисная мебель. Косяк в этом кресле только задняя часть. Вот здесь есть потертости. И вот здесь. В принципе, это не особо страшно. В принципе, кресло можно при хорошем желании перешить. И никаких этих косяков не будет. Данное кресло я подарю своему подписчику. Себе не буду оставлять. Но мог бы на изи продать это кресло на авито. Тысячи за три. Я думаю, оно бы улетело со свистом. Помоечка дарит комфорт при работе за компьютером. Помоечка неплохо так порадовала меня. Периферией для компьютера. Было найдено аж целых семь компьютерных мышек. Из них вот эти четыре бюджетные. Хотя вот это от бренда Lenovo более-менее такая современная. А еще есть неплохая довольно-таки клавиатура для компьютера. От бренда Lenovo. Такая типа закос под игровую. Буквы на клавиатуре почти не стерты. Поэтому данной клавиатурой можно смело пользоваться. Скорее всего, она рабочая. А вот это уже игровые компьютерные мышки. Первая от бренда Qumo. Она по-любому с подсветкой. Попробовал ее подключить к блоку питания обычному. Потому что у меня в гараже нет компьютера. И она почему-то не загорелась нигде. То есть, возможно, она, конечно, не рабочая. Также есть еще одна мышка от бренда Oak Click. Тоже типа а-ля игровая. Но смотрится довольно-таки неплохо. Я думаю, в ней должна регулироваться подсветка. Но видно по ней, что это бюджетная игровая мышка. Но в принципе, за бесплатно офигенная мышка. А вот это уже, ребят, самая топовая игровая мышка среди всех. Это игровая мышка от бренда Razer. Внешнее состояние у нее, конечно, ушатанное. Модель мышки Nagan X V2. Принесу ее домой, проверю. Надеюсь, что она рабочая. Но если не рабочая, думаю, ее нетрудно будет починить. Возможно, просто где-то отходит провод. Обычно только эта ломается в мышках. Ну или бывает, вот эта кнопка ломается. Но ее тоже можно починить. Скорее всего, данная мышка новая стоит примерно 5000 рублей. А бушная – 1000,5-2. Если мышка рабочая, то я положу ее в сюрприз-бокс. Не буду ее продавать, так как люблю радовать подписчиков своих топовыми девайсами в моих сюрприз-боксах. Вот я и дома и проверил эту мышку Razer Nagan X V2. Она полностью рабочая, ребят. Вот, смотрите, все работает. Стоит эта мышка 7742 рубля. И до сих пор она продается с подсветочкой. Прикольная мышка, но мне она не особо нравится. Не такая приятная, как моя футэч. Поэтому вот эту мышку я положу в сюрприз-бокс. Помойка в очередной раз дает мне серебро. В этот раз были найдены вот такие вот сережки. Возможно, они, конечно, самодельные. Но они точно серебряные. Вот, видно пробу. Проба 925-я. И, кстати, в сережках стоит какой-то камень. Но в этом я не разбираюсь. Я не знаю, что это за камень. Возможно, кто-то из вас разбирается. Напишите в комментариях. Косяк этих сережек то, что одна поломана. Но их вроде бы можно починить. Это все легко паяется. Только нужно уметь и знать, как это делать. Судя по внешнему виду, сережки старые. И, возможно, имеют ценность, как ювелирное изделие. Они 100% несовременные. Возможно, даже самодельные. Попытаюсь их продать на Авито за 1000 рублей. Помоечка дарит в очередной раз серебро. Это браслет на руку. Серебряный. 925-й пробы. Вот, кстати, пробу видно. Состояние цепочки отличное. Она, кстати, очень увесистая. Не знаю, сколько весит, конечно. Но тяжелая. Планирую браслет продать рублей за 500 на Авито. Или положу в сюрприз бокс. А еще помоечка дарит экран для айфона. Он, кстати, на вид почти целый. Но вот здесь есть небольшая трещина. Но я думаю, ребят, что это фигня. У айфонов, если трескается экран, экран все равно работает вместе с сенсором. Правда, для какого именно айфона этот экран, я не знаю. Но данный экран я оставлю себе. Он мне очень сильно пригодится. Ведь я, бывает, нахожу айфоны, и они чаще всего с ушатанными дисплеями. Неплохая находочка. Помойка балует и дарит автомобильное кресло для ребенка. Но состояние у него, конечно, омерзительное. Вы посмотрите, сколько здесь плесени. Я взял его с расчетом на то, что я попытаюсь снять эти чехлы. И, возможно, отстираю эту плесень. Ну, конечно, я не уверен, что у меня это получится сделать. Кресло от бренда BeSafe. Кресло большое. Видимо, хорошо защищает ребенка. Снизу имеется вот такая штука, которую крутишь, и кресло поднимается. Видимо, нужна эта штучка, чтобы ребенок засыпал. Под чехлом находится пенопласт. Я надеюсь, что у меня получится все-таки их снять, постирать. Ну, а после того, как я отмою плесень, я надеюсь, что у меня получится продать данное кресло на Авито. Тысячи за две или за полторы. А еще на стриме подписчик, которого зовут Александр, подарил мне фэтбайк. Я просто, ребят, офигел. Когда я стримил и искал находки в помойках, он на нем приехал и говорит, он теперь твой, типа, забирай. Я такой, что в смысле мой? Капец, вы посмотрите, какой огромный велосипед. Тут колеса, капец, какие толстые. Это не обычный фэтбайк. Он его кастомизировал, поставил сюда алюминиевые удобные педали. Также установил крепление для телефона. А еще он поменял и поставил сюда очень мягкое сидение. Прежде я на фэтбайке никогда не ездил. Прокатился на нем пару раз и, ребят, ощущения были, конечно, жесткие. Очень тяжело на подобных велосипедах передвигаться. Потому что колеса толстые, плюс здесь рама металлическая. Он очень тяжелый, весит примерно 25 килограмм. Велосипед от бренда Classic. Конечно, очень грязный, нужно будет его помыть. Тормоза здесь дисковые, но не гидравлические, а не на тросиках. Спасибо тебе, Саня, большое за такой подарок. Мне ни разу в жизни велосипеды не дарили. И когда ты на нем приехал, мне его вручил. Я реально просто охренел. Ребята, напишите вы в комментариях, дарили ли вам хоть раз велосипеды. Я вот лично был на седьмом небе от счастья. Правда, теперь в гараже места стало намного меньше. Помоечка дарит лакшери шубки женские. Вот это, конечно, самое офигенное. И по ощущениям, эта шуба натуральная. От бренда TS-SAA. Woman Collection. Рукава в этой шубе короткие. Но есть косяк. Порвана подмышка. Но это, я думаю, не страшно. Ведь в этом месте можно все зашить. И швов даже видно не будет за мехом. Вторая подмышка целая. Я не знаю, как можно так сильно заесться, чтобы из-за вот такого косяка выкинуть шубу. Ведь ее можно сдать в ателье. Там это зашьют, ну не знаю, за тысячу рублей максимум. И все. Так-то шубка в офигенном состоянии. Больше нет никаких косяков. Внутри она целая. Хотя, может, ее выкинули из-за вот этого темного пятнышка. Не знаю, ребят. Я думаю, это можно очистить. Планирую продать эту шубу на барахолке за тысячу рублей. Также помоечка еще подарила вот такое, типа, плаща шуб. От бренда Reservi. 34 размер. Состояние рукавов отличное. Плаща шуб в нормальном состоянии. Тоже продам на барахолке. Правда, вот этот плаща шуб рублей за 500. По ощущениям, это искусственный мех. А вот это уже, ребят, что-то явно настоящее. Возможно, даже это лиса или норка. Хрен его знает. Я, кстати, ребят, сейчас вот здесь чуть-чуть шерсткий. Это и поджог. И воняет горелой курицей. А это означает, что это точно натуральный мех. Кстати, состояние карманов хорошее. Шуба особо не затасканная. Походу, из-за порванной подмышки реально выкинули. Пацаны, если вашим дамам понравилась данная шубка, размер шубки примерно М, смело пишите мне вконтакте, пока я ее еще не продал. Помойка в очередной раз радует, но в то же время обламывает. Нашел заднюю крышку от айпода с платой, со шлейфами, с камерами. Но вот, к сожалению, больше ничего не было, кроме вот этого экрана. Скорее всего, этот экран от этого айпода. Восстанавливать данный айпод нет никакого смысла, поэтому я его продам на запчасти. Ну и то не факт, что здесь плата рабочая, поэтому продам это все на барахолке рублей, наверное, за 100, вот эти запчасти. Также был найден экран от телефона Sony, экран просто огромный, но, к сожалению, он с трещиной. Из-за этой трещины на экране по-любому не работает сенсор, скорее всего, из-за этого его и выкинули. Да, телефон, кстати, был офигенный, здоровенный, топовый, по бокам вообще как будто рамок нет. Также вместе с этим телефоном была найдена задняя крышка, походу, от этого же телефона. Также был найден кнопочный телефон Nokia, и еще один старый лопатник был найден от бренда Doogie. Но внутри нет камеры, также внутри нет батареи. Поэтому этот телефон можно будет продать только лишь на запчасти, и то за копейки. Тут даже экран треснутый. Когда я нашел этот экран и айпод, я, блин, так осчастливился, я подумал, что это все целое, но нифига подобного. Помоечка в очередной раз меня обломала. Помойка снова знатно обувает. Вы посмотрите, сколько обуви. Я в шоке, блин. Ее здесь очень много, и поверьте, здесь есть топовые модели обуви. Вот, допустим, вот эти кеды. Это женские кеды в идеальнейшем просто состоянии. Кеды от бренда Converse, сорокового размера. Состояние кед просто восхитительное. Но, скорее всего, они паленые, потому что вот здесь не написано Converse. На оригинальных кедах Converse вот здесь пишется Converse. Также есть еще вот такие женские кроссовки прикольные. В принципе, в нормальном состоянии. Не знаю, почему их выкинули. Видимо, из-за того, что вот здесь они немного износились. Но, блин, да это фигня. Можно подкрасить краской специальной. А, ну плюс там еще на пятках они порваны внутри немного. Но это фигня. На барахолке купят. Также есть вот такие теплые полукроссовки, полуботинки. Фила, но это с рынка. Также вот такие ботиночки есть, которые тоже купят на барахолке. Самое ценное, мне кажется, это вот эти вот ботинки. Они, кстати, по ощущениям кожаные. Смотрятся они офигенно, как будто берцы. Ботинки 37 размера. Внешнее состояние офигенное. Я не знаю, почему их выкинули. Подошва без трещин. Ботинки от бренда Вея. Ну еще вот эти кроссовки мне понравились, женские. Они такие блестящие, капец. Также здесь есть спортивные кроссовки. Есть вот такие супер теплые кроссовки. Но видно, что они с рынка. Даже есть коньки от бренда Кристина. Вот такие супер теплые ботиночки, которые по-любому купятся свистом на барахолке. Также есть вот такие модные кроссовки от бренда Фила. Внешнее состояние в принципе нормальное. Подошва целая. Размер кроссовок 40. Только вот внутри нет стелек. И пятки слегка надорваны. Возможно, это даже оригинальные кроссовки. А еще вот есть такие адидасовские кроссы. Кстати, они оригинальные. А вот эти полоски светоотражающие. Размер кроссовок 38. Не знаю, почему их выкинули. Состояние офигенное. Их нужно только лишь постирать. Возможно, конечно, из-за вот этой дырки сбоку пятки. Может, она кому-то там мозоли натирала. Из-за этого выкинули. Но я думаю, эту проблему тоже можно решить. Путем приклейки туда какой-нибудь латки. Кроссовки от бренда Adidas. Модель Torsion. Данные кроссы планирую продать рублей за 300 на барахолке. А вообще, они новые. Я думаю, тысяч пять точно стоят. Ну, то есть 300 рублей это очень маленькая цена. Если бы я их продавал на Авито, там бы я поставил рублей, наверное, 800-900 как минимум. В принципе, самое ценное показал. Самое главное, что помойка обувает и очень офигенно утепляет зимой. Я не первый раз обуваюсь с помоек и кайфую от халявы, ребят. Я, кстати, даже вот вам забыл рассказать, но я хожу в куртке Columbia по помойкам. Эту куртку я нашел в помойке. Она оригинальная и очень теплая. Также недавно нашел вот себе вот такую теплую шанку от бренда Reebok. Она оригинальная, очень хорошо меня согревает. Также на мне штанишки из помойки коричневые. Офигенные, тактические. Карманы очень глубокие. Помойка, короче, одевает, ребят. Я кайфую постоянно. А еще были найдены ботинки в своей коробке от бренда Meriel. Ботинки просто огромнейшие. Вы посмотрите на эту подошву, капец. Первый ботинок в идеальном состоянии. Все с ним отлично. Размер, кстати, ботинок 46. Ну а на втором ботинке есть косяк. С этой стороны на резине есть трещина. Или это порез, я не знаю. Но в итоге это можно заклеить, наклеив сюда латку. Ведь это резина. Видимо, ботинки еще с влагозащитой. Приклеить латку и все будет заебумба. Кроме этой трещины на этом ботинке больше нет никаких косяков. Вот эти ботинки, ребят. Размер у них 48. Да ну нафиг. Я думал 46. Это очень огромный размер. Стоили эти ботинки 5,5 тысяч рублей. Так что помоечка мощно обувает. И дарит огромные размеры обуви. Кстати, ботинки вообще топовые. Особенно подошва. В таких ботинках только по льду ходить. В них, наверное, вообще не скользко. Интересные находки. Во-первых, была найдена вот такая вот голова. Я не знаю, что это. Мел походу какой-то. Но каким образом из этого сделали человеческий силуэт, я не знаю. Но я почему-то решил это взять. Смотрится, конечно, крипово. Думаю, потом где-нибудь по центру головы сделать дырку. Чтобы можно было эту голову повесить на стену. Как-нибудь ее разукрашу баллончиками, маркерами. И будет смотреться прикольно. Также был найден противогаз. Обычный советский противогаз. Может даже современный. Я не знаю. Не разбираюсь в противогазах. Вместе с ним был вот этот фильтр. Новый он или нет, я без понятия. Данный противогаз продал на барахолке рублей за 100. Помоечка дарит противогазы. Заебуба. Когда буду пердеть, буду надевать противогаз. Противогаз работает восхитительно. Охуенный. Ну или продам его рублей за 100. Кирого знает. Ну просто, ну нахуй мне нужен, ребят. Реально. Также был найден вот этот парик. В начале видео, возможно, вы подумали, что это мои родные волосы. Но нифига. Это, ребят, паричок. В офигенном состоянии. Короткостриженный. Без вшей. Так что все нормально. Не знаю, сколько такой будет стоить, но я его оставлю себе. Пригодится как реквизит для съемок. Был найден рабочий видеорегистратор для автомобиля. В него нужно только лишь вставить сим-карту. И все. И можно вешать на тачку. И использовать по назначению. Помоечка дарит электронику для автомобиля. С регистратором в комплекте была вот эта присоска. Только вот нет болта. Нужно будет что-нибудь придумать. Также было еще вот это крепление. А еще была найдена вот такая вот веб-камера бюджетная для стримов. От бренда Logitech. Так-то ее нужно просто отмыть. Состояние у вебки нормальное. Но вот есть один жесткий косяк. Эта веб-камера лежала рядом с тухлым мясом. Поэтому она жестко воняет дохлятиной. Нужно будет как-то отмывать провод и веб-камеру. Чтобы она не воняла. Потому что запах просто нереальный. А еще были найдены VR-очки от бренда Culevi. Состояние нормальное. Нужно их только лишь отмыть. Но на данный момент я не думаю, что кто-то пользуется VR-очками. Хотя нет. Я думаю порнуху смотрят в подобных очках. Больше применения я им никакого не могу найти. Пробовал я как-то раз одевать такие VR-очки на голову. Подключал видосы в режиме VR. И на самом деле это такая залупа. Поэтому я их продам на барахолке рублей за сто. А еще была найдена уличная антенна в коробке от бренда Herper. Выглядит она вот так. Состояние антенны в принципе нормальное. Нет только лишь болта, чтобы ее можно было к этой подставке закрепить. В комплекте с антенной есть блок питания и кабель подключения ее к телевизору. Так-то очень полезная находка для дачи. Попытаюсь данную антенну продать на Авито рублей за 800. Потому что я видел подобные там продают по 1000 рублей. Нужно будет только лишь подобрать болт, чтобы можно было антенну фиксировать к подставке. Также был найден вот такой прибор, который я никогда в жизни не находил. Этот прибор нужен для того, чтобы копировать сим-карты. Очень интересная штучка с учетом того, что он новый абсолютно. Правда мне он не нужен, положу в сюрприз бокс. Также была найдена удочка полностью целая. Но к сожалению на катушке нет вот этой вот крутилки. Ее зачем-то сняли. И из-за этого удочку эту вместе с катушкой придется продать на барахолке. Ну рублей наверное за 400, за 300. Ну а катушка крутится и вроде бы все работает. Нашел ультрафиолетовую лампу для сушки ногтей. Лампа кстати современная. Но к сожалению у нее есть косяк. Не все лампочки работают. Подобную ультрафиолетовую лампу можно будет продать на барахолке рублей за 100 в таком состоянии. Радует, что был блок питания в комплекте. Была найдена коробка с бижутерией. Внутри очень много всего. Во-первых есть вот такие китайские колокольчики. Которые можно куда-то повесить и они будут колоколить. Также здесь имеется большое количество бижутерии. У меня есть один человек, который попросил подобную бижутерию ему откладывать. У меня уже насобиралось ее большое количество. Принесу эту бижутерию на барахолке и он у меня все это купит. Так что помоечка дарит прибыль. Кстати вот эти бусы очень красивые. Не знаю из чего они сделаны. Но они такие тяжелые блин. Как будто из каких-то камней сделаны красивых. В общем неплохая такая бижутерия. Я думаю она не дешевая. Обидно, что среди этой бижутерии конечно не было золота. Было бы просто офигенно. Был найден телефон для компьютера. Устаревшая на самом деле тема. Вот он подключается через USB к компьютеру. И можно с помощью него куда-нибудь звонить. Там типа по скайпу общаться. Вот тут даже есть значок скайпа. Данный телефон мне не нужен. Я его продам на барахолке рублей за 50. Я считаю, что это устаревшая техника и никому не нужная. Даже по нему видно, что это какой-то старинный. Был на помойках очень жесткий вынос с квартиры. И выкидывали барахло. Мы с Димоном набрали барахла целую коробку. И самое ценное среди этой коробки лежит вот здесь. Во-первых есть вот такие весы, которые мы оставим себе. Будем на этих весах взвешивать медяшку. Также там выкинули вот такое огромное количество бинтов. Абсолютно новых. Городищенская отделочная фабрика. Бинты марлевые, медицинские, не стерильные. Пачки было 30 штук. Но здесь примерно 3 бинта не хватает. Также была найдена вот такая вот хрень для того, чтобы крутить завертушки. Это штука из СССР от бренда Локон. Да, в Советском Союзе конечно была техника. Вот эту хрень продам на барахолке рублей наверное за 200. Ну и в этой коробке большое количество посуды и различного барахла с кухни. А еще из ценного здесь есть аппарат для измерения давления. Он полностью целый. Ну а больше в этой коробке в принципе нечего показывать. Там одно барахло, которое купят на барахолочке. Помойка знатно кормит. В этот раз нашел большое количество спагетти итальянского. А у меня дома как раз лежат сосисочки из помойки. И я спагетти отварю с сосисочками и будет очень вкусно. Вот такие макароны итальянские. Также какая-то барила тоже итальянская. Годен до 01.05.20. Они просрочены. Да и пофиг. Я не знаю что может случиться с макаронами. Вот как раз попробую. Так что помойка меня офигенно накормит. Блин, я представляю сколько бы это стоило в магазине. Ведь данные макароны вообще не дешевые. Рублей наверное 300 стоит одна пачка. Помоечка еще одаряет шмотками. Вот целый пакет шматья для барахолки. Вот пакет шмоток. Также есть вот такой женский рюкзак. В нормальном состоянии внешнем. Но внутри он весь разорван. Но при большом желании его можно зашить. Это ребят мелкие находки. Среди которых есть жесткий диск на 500 гигабайт от ноутбука. На 5400 оборотов. Неплохой в принципе жесткий диск. Возможно он рабочий. Потому что был найден он в коробке от SSD. Возможно люди обновились. Поставили все SSD. А вот этот жесткий диск выкинули. Подобный жесткий диск можно на авито продать рублей за 800. Также была найдена новая крона. Новый блок питания. Huawei. Он даже в защитных пленках. Я его оставлю себе. Также были найдены вот такие вот часы наручные. Мужские. От бренда Romance. Состояние у них конечно не особо хорошее. Вот здесь не хватает штучки. Чтобы закрепить ремешок. Ну а так в принципе с подобными часами ходить я думаю можно. Ремешок здесь походу не родной. Написано Orient. Но часы же не Orient. Они кстати на батарейке. Они не заводные. Положу данные часы в сюрприз бокс. Думаю при желании кто-то их восстановит. И будет пользоваться. Также была найдена советская звездочка. Блок питания для компьютера на 335 ватт. Но по 12 вольт для линии видно что это блок питания на 264 ватта. Ну короче древний и очень слабый. Также была найдена вот такая эмо сумочка. Внутри которой есть отсек для батареек. И кнопка включения. Но к сожалению эта сумка не работает. Возможно вот в этом месте встроенная какая-то колонка. Или я не знаю или это черепок должен светиться. Я короче не знаю. Продам на барахолке данную сумку. В этой сумке мелкие находки. Здесь из самого ценного. Блоки питания для ноутбуков. Но они замотаны изолентой. Поэтому сомневаюсь что они рабочие. Еще есть чехол на руль. Подстаканники металлические. Залупная катушка для удочки без ручки. Она кстати вся расшатанная. Ушатанная в хлам. Ну и в принципе здесь больше ничего классного нет. Есть еще беспроводные наушники. Возможно даже рабочие. Хотя нет. Что-то не включаются. Ну и напоследок ребят. Покажу небольшое количество игрушек для секса. Во-первых вот такой вот пенис. С регулировкой там вибрации и так далее. Но батареек внутри нет. Но скорее всего он рабочий. Также был найден вот такой вот вибратор. И он кстати работает. Только его нужно подзарядить. Он просто сел. Также была найдена вот такая бабочка. Типа это одеваются как трусы женщине. И вот эта пимпочка куда-то вставляется. Ну а в комплекте с этим добром был найден очищающий тоник для интимной гигиены. Он стоил 700 рублей. Я в шоке ребятки. Помойка дарит пенисы. Я знаю тебе понравился данный видеоматериал. Обязательно поставь этому видосу лайк. Не забудь поучаствовать в розыгрыше на беспроводные наушники. Подпишись на мой канал. На мой второй лайв канал. Также посмотри вот эти видосы. Встретимся в следующих видео. Или на стримах которые я провожу каждый день кроме понедельника в 19.00 по Москве. Я в прямом эфире добываю находки в помойках. И показываю что нахожу. Так что увидимся.